Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «С христианской точки зрения» у микрофона Яков Кротов. Этот выпуск нашей программы будет посвящен поискам ответа на простой вопрос. Каковы могут и должны быть первые шаги у веровавшего христианина? У нас в гостях Дионисий Батарчук, епископ объединения общинапостольской традиции, и Павел Александрович Бегичев, пастор церкви евангельских христиан на Шелепихе. На Шелепихе в кавычках. Не потому, что Шелепиха условно – это реальное географическое место в Москве, а это реальное название церкви. Ну, очень красиво, по-моему. И сразу ясно, куда ехать. Павел Александрович, раскрою небольшой секрет, который он, собственно, сам раскрыл, начинал свой духовный путь с йоги. Владыка Дионисий начинал духовный путь, во всем, когда мы с ним познакомились в православии, был настоятелем православного храма в подмосковной провинции. И вопрос, который действительно задают часто, но я бы сказал, недостаточно часто. С чего начать? Мне кажется, что всех людей, которые прикоснулись к религиозной жизни, в этом смысле можно распределить от полюса к полюсу на три примерно категории. Один полюс – человек не спрашивает, с чего начинать. Он просто начинает по методу Блаватской или Гурджиева, по методу, который сегодня ассоциируется с салвами New Age, Новый век, сочинять, набирать свою религию. Берет из индуизма одно, из католичества другое, из ислама третье, и получается свой личный комплект, который он сравнивает с другими, но, в принципе, он не ищет никого. Ему одному тоже хорошо. Он с десятками мыслителей и мистиков прошлых веков и живет интенсивно и полнокровно. Есть другой полюс, когда человек не спрашивает, какие должны быть шаги, с чего начинать, а человек твердой стопой идет в католический костел, в православный храм, в протестантскую церковь, садится, идет там слушать уроки Закона Божьего для взрослых, получает литературу, которую ему дают по списку, ставит галочки «прочел» и «прочел». То есть он предоставляет компетентным людям, религиозным экспертам с самого начала вести обработку себя. И я не уверен, что это плохо и что это неправильно. Хотя понятно, что представители первого полюса смотрят на представителей второго полюса с большим скепсисом и удивлением. Но где-то посередине есть люди, и их много, которые, получив благодать, я позволю себе так это называть по-православному, которые, обратившись, которые, поняв, увидев, что в мире есть Бог, и, может быть, сразу поняв, что это не вообще Бог, как высшее начало, а это Бог, который посылает в мир Христа, посылает своего Духа по сей день. Это Бог, который воскресает, это Бог, о котором можно сказать, что Он Отец. И вот человек это увидел, это пережил, и это переживание, это новая жизнь в нем, но он не понимает, идти ли в православный храм, идти ли в католический, и вообще идти ли в храм, или сперва почитать книгу, или сперва найти другого человека с таким же опытом, а какой вопрос ему задать. И вот тогда человек спрашивает, с чего начать? А я этот вопрос передаю нашим сегодняшним гостям. Павел Бегичев. Здравствуйте, во-первых. С чего начать? Я как-то сразу стал вспоминать себя, потому что я обратился к Богу где-то в возрасте 18 лет, будучи сбитым с толку довольно-таки таким человеком, а сбитым с толку, во-первых, перестройкой и внезапно свалившейся модой на религиозное, а с другой стороны, обилием, так сказать, выбора, скажем так, ну, такого массового, что ли, религиозного предложения со всех сторон. И скорее мне, конечно, было бы, наверное, легче, ну, сейчас теоретизировать с позиции пастора и говорить как надо, но я-то прекрасно понимаю, что вот как надо, ну, очень редко получается. Ну, потому что чаще всего, вот, неофита, на него ведь влияют вещи совершенно, ну, какие-то странные с точки зрения вот уже такого зрелого христианина. На меня вот очень сильно влияла эстетика, например. Почему мне не понравилось православие чисто эстетически в свое время? Там, то же самое я могу сказать и про большинство протестантизма, того, который был мне доступен в то время. То есть он тоже не понравился. Не понравился, да. Это же жуть от узнавания пушкинских строк, сколько их, куда их гонят, что так жалобно поют. Значит, и вот... Поэтому я церковь-то выбрал, кстати, вот где пели получше. То есть, Павел Александрович, я правильно понимаю, что первые ваши шаги были зайти к православным, зайти к протестантам. Да, это же было интересно, жутко. А потом ведь все же начали активно приглашать в начале 90-х годов. Поэтому пользуюсь, так сказать, правым приглашенного. Я, конечно, ходил везде. А ситуация-то какая была? Ну, с православием у меня не сложилось. А я просто попросил, Павел Александрович, а где это было? Это был город Тольятти, это же провинция совершенно, да. То есть, ну, с точки зрения, кстати, коренного Тольяттинца, ну, я сейчас сказал какую-то жуткую вещь, потому что Тольяттинец никогда не должен признавать себя провинцией. Это столица, как минимум, мирового. Прошу прощения. Да, да. Вот. И скажу я вам так, что, на самом деле, где-то кого-то смутили мои длинные волосы, я был хиппи, ну, занимался йогой, кого-то смутили, смутил мой хиповский, так сказать, наряд. Кто-то меня выставил там, значит, даже. Кто-то сильно обличил за мой неподобающий внешний вид, так сказать. Поэтому тут ведь много вот факторов было. Да, то есть, пришёл к одним, они меня не приняли. Там те вроде приняли, но мне сами жутко не понравились. Ну, то есть, вот таких вот очень много факторов. Потом, когда твои отношения с Богом как-то углубляются, ну, на передний план выходят другие факторы. Ну, мне как-то неловко, что я один тут говорю. Я потрясён. Для пастора выступить с таким резюме, это, мне кажется, необычно для любого духовного лица. Тогда слово владыки Дионисию. Ну, я-то, на самом деле, Павла могу в этом смысле поддержать, невзирая на всё то, что я понимаю и понимаю уже давно, и по поводу катехизации, и по поводу образования, и прочего-прочего. Мой путь к церкви, точнее, выбор юрисдикции, он тоже носил, в общем-то, такой эстетический момент. Пение, в данном случае, для меня сыграло очень большую роль. Надо сказать, что в то время я не то чтобы окормлялся, а как-то вот присматривался к афонскому подворью, и знаменный распев афонского подворья меня более чем устраивал. Мой внешний вид, кстати, тоже абсолютно соответствовал православной традиции. Я не был хиппи, я был трэш-металистом, музыку, которую до сих пор с удовольствием слушаю и всем рекомендую. Так что мои длинные волосы, они там никого ровным счётом не смущали, наоборот, братья вся была тоже бородатая и волосатая. Вот, поэтому я попал, в общем-то, к своим, и свои меня узнали, надо сказать. Вот, потом уже было несколько других приходов, потом уже я стал алтарничать, потом я стал уже читать за богослужением, поступил в институт православный, но это уже было всё потом. Поэтому, конечно, эстетика внешняя, да, она играла не последнюю роль. Хотя, действительно, выбор был не только в Тольятти большой, в Москве выбора было не меньше, троллейбусы ещё долго ходили у нас с вопросом, почему, цитирую Билли Грэма. Вот, но, тем не менее, если вот вспоминать, искренне говорить об этом, да, действительно, внешняя атрибутика сыграла не последнюю роль. Говорил Владыка Дионисий Батарчук. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода». Слушайте «Радио Свобода». Мы продолжаем программу с христианской точки зрения. Какие должны быть первые шаги у веровавшего человека? И вот сообщение на пейджер Сергея Митрофанова. Первый шаг — это провериться у психиатра. Владыка Дионисий. А что здесь, собственно говоря, может удивить? Помнится, когда я поступал в православный университет, в общем, справочка о моём психическом здоровье была не лишняя. Не только для меня, это было просто обязательно. А почему не лишняя? А потому что я не вижу здесь никакого противоречия. Как говорят доктора, если есть орган, есть и болезнь. И, в общем, психическое здоровье для любого человека, включая верующих людей, в общем, дело такое насущное. Хорошо. А можно ли тогда сказать, что в числе первых шагов у веровавшего человека должен быть поиск единоверцев именно для того, чтобы проверить, а не глюки ли у тебя, действительно ли у тебя встреча с реальным богом, который реален и для тебя, и для других? Ну, тут ведь, смотря какой единоверец, тут даже не такой термин я бы подобрал. Вот я вспоминаю себя, я инстинктивно искал человека, похожего на меня, который мог бы со мной поговорить на том языке, который я бы понял. Ну, во всяком случае, я искал человека, который не наврёт мне. Ну, то есть, как-то вот это инстинктивно, пытаешься найти такого человека. Мне в жизни повезло. Я такого человека нашёл, тоже бывший хиппи и, так сказать, ну, уже уверовавший, да, ну, как бы довольно твёрдо стоящий на ногах христианин, который мне объяснял какие-то вещи, да, который говорил, что не бойся вот этого странного ощущения, когда ты молишься, тебе может как бы показаться, что ты сошёл с ума, ну, потому что ты же говоришь в пустоту, как же никого же нет вот рядом же вроде. То есть, вот, для человека позавчера неверующего, это вот, ну, действительно очень странный феномен, когда ты начинаешь вдруг разговаривать, и только вот веришь, что тебя слышат, и только, может быть, потом ты ощущаешь, что тебе отвечают. Вот. И вот такая помощь, конечно же, нужна. И ещё вот, я, ну, как уже сказал, всё-таки, по-первыхости-то ты обращаешь внимание на вещи, мягко говоря, неважные. Ну, то есть, не то чтобы неважные, скорее, второстепенные, а то и третий, и четвёртостепенные, скажем так. И нужен вот тут ещё человек, который тебе поможет увидеть всё-таки главное. И вот тут я скажу, что мне тоже в своё время Господь вот послал таких людей, которые объяснили мне, что, парень, ведь главное не то, что вот у этих гитары не настроено, а эти вообще тебя выгнали там. Главное же, ну, вот, есть Бог, есть Слово Его, есть Христос, есть твои грехи, есть твои отношения с Богом. Ты вот давай-ка в эту сторону начинай думать, и в эту сторону, так сказать, двигаться. Это как Льюис там вот писал, я вспоминаю, да, что когда он попал первый раз в церковь, он писал о третисортных гимнах, третисортных стихах, положенных на четверосортную музыку, но потом он понял, что вот эту третисортную музыку поёт сидящий рядом с ним святой в галошах. И потом ты, он понял, что он недостойен мыть ему галош. Вот это вот переориентация, да, когда ты вдруг вместо того, чтобы судить и выбирать, вдруг, как Винни-Пух, позволяешь себя найти, да, то есть вот позволяешь Богу выбрать тебя и уже начать с тобой диалог, что ли. Ну, вот как-то так. Спасибо, говорил пастор Павел Бегич. У нас звонок из Москвы, Лидия Георгиевна. Здравствуйте, прошу вас. Здравствуйте, у меня вопрос Якову Куротову. Значит, первые шаги, да, это иметь правильного наставника духовного, который правильно тебе настаивать, будет настаивать и правильно направлять. Я свои первые шаги нашла в нашем церкви, я пятидесятница. Что мне нравится, простите, что я так выражаюсь, в православной церкви, очень многие проходят к нам, говорят, ну, они слушают песни, все им нравится, а вот подойти и целовать руку, вы находите это правильно? Вот это им не нравится, и мне тоже. Насколько это правильно, целовать руку священника или там кто. А у нас пастор, и мы не целуем его руки. Насколько правильно? Мне кажется, что в сфере обряда религиозного правильно и неправильно вообще не бывает. Бывает уместно или неуместно. И уместность определяется простым прагматическим фактором. Помогает религиозной жизни или не помогает. Поскольку религиозная жизнь у всех разная, постольку обрядового единства, возможно, вообще никогда быть не может. И обряды православных греков отличаются от обрядов православных русских. Что конкретно додат целование руки? Это ведь речь вообще о телесном контакте, о том, насколько тело человека участвует в его духовной жизни. И здесь большой барьер, потому что, например, у современных западных людей, не христиан, а в целом западных людей, повышен по сравнению с жителями России барьер контактности телесной. То есть и католик, и протестант, да и православный на Западе, пожалуй, не будет целовать руку священнику. Это не вопрос православности, это вопрос коллективной традиции России и всего, что восточнее. Хотя я вспоминаю воспоминания мемуары владыки Тимоти Вэр, британский епископ православный, как он обратился, эссе того же Льюиса о православии, как он зашел на православную службу в Оксфордской общине. И они оба подчеркивают, что им понравилась вот эта телесность, что можно не просто поклониться иконе, ведь сейчас многие протестанты вешают иконы в храмах, но они их не целуют, католики вешают ту же Рублевскую троицу, но не прикладываются к ней. Так что речь идет не только о руке священника. И я думаю, что это ограниченность телесного контакта, это свидетельство большего личного самосознания, наверное, большей приватности, большего ограничения себя. Хорошо ли это или плохо? Вот я еще раз повторю, я не уверен, что к религиозной вообще духовной жизни это применимо. Вот, Владыка Дионисий, как скажете, вам ведь много раз руки целовали? Даже слишком. Что тут еще сказать к тому, что вы уже сказали, отец Яков? А сейчас ведь, небось, вас в общине-то не целуют. А вы знаете, у нас сейчас в общине вообще нет такого... Мы друг друга целуем во время целования мира, если мы говорим о православной литургии. А вот у католиков, насколько я понимаю, на Западе, в московских католических храмах очень интересно, там два пласта. Но на Западе католики, когда священник по древнейшей христианской традиции призывает к этому поцелуя мира, католики жмут друг другу руки. В московских костелах, по моим наблюдениям, большинство пожимает руки, а некоторые, ну, видимо, особо близкие, все-таки воздают целование. — Кстати, в баптизме еще вот лет 15 назад, я помню вот, кстати, этот же вопрос, который у меня был, вот священнику руку целовать, это вроде как нехорошо. А я помню, каким был для меня шоком вот обычай после каждого окончания собрания, ну, то есть необходимость целоваться с мужчинами со всеми, значит. — А, это у баптистов есть такое баптистов? — Сейчас уже ушло совершенно, но лет 15 назад я даже слышал проповеди о необходимости, так сказать, такого ритуала, что меня, ну, очень сильно, кстати, смущало, и я рад был в свое время, когда это потихонечку ушло, так сказать. Это вот действительно на самом деле, когда в любую церковь ты приходишь, ты же попадаешь в совершенно новый для тебя мир, в том числе и обрядовый, то есть какие-то вещи тебе вообще не понятно. Я помню, я зашел в старообрядческий храм, и я долго не мог понять назначение вот этих лестовок, да, то есть вот эти, которые мне жутко напоминали уменьшенную копию мешочков для второй обуви, значит, школьных. Ну, то есть я помню, ну, то есть это же вот этот шок. — По-моему, скорее на патронтаж похоже. — Ну, это вот ушло кого-то, кто-то кисет, значит, кому-то напоминет. Значит, а посреди службы неожиданно из алтаря, я помню, вышел послушник с ведром, открыл какой-то люк в полу и вылил туда ведро воды. И вот пойми-то, то ли это часть обряда, то ли это он просто полы где-то мыл там. — Отец Яков, с вашего разрешения, просто чтобы подвести итог и ответить на конец слушнице, нет никаких канонических предписаний о необходимости целовать священнику руки. Если ты этого человека уважаешь и хочешь таким образом выразить ему свое признание, или ты действительно считаешь, что это десница Божья в данный момент, то ты ее можешь поцеловать, но к этому никто никого не принуждает. Единственное, чтобы это не было поцелуемой Иудой, вот это, пожалуй, самое главное. — Ну, Владыка Дионисий, слегка не соглашусь, потому что никто никого не принуждает, это позвольте. В массе брошюрок православных, первые 12 шагов в храме, есть, что обязательно целование руки, потому что эта рука держит святую чашу. В многих православных московских храмах, по моим наблюдениям, достигнут сейчас компромисс, целуют поручи, то есть специально красиво вышитую манжету у церковного облачения, где вышит крестик, и прикладываются к этому крестику, а не к руке. Но я скажу так, даже встать на колени для многих людей, это первый шаг духовной, религиозной жизни и очень трудный. У нас есть звонок из Якутии. Дмитрий Владиславович, здравствуйте, прошу вас. Здравствуйте. Вот я хотел бы задать вот такой вопрос. Вот наша семья, верующие, в общем-то, они пронесли, я закон Божий 1911 года издание, передал церковь города Челябинска, после смерти моей бабушки, по ее, скажем, завещанию. То есть она хотела, чтобы это вернулось. Ну, опять. Она изначально ребенком была приучена к вере. То есть она родилась и воспитывалась в этой среде, понимаете, в православной, до 1917 года. И вот я как бы ее уважаю, мы уважали ее. И вот что надо делать, чтобы вот именно молодежь, как бы, ну, не насильственно, а как бы привлечь их внимание к этим вещам, то есть чтобы они были людьми, ну, почитающими науку, и в то же время, почитающими Бога. Вот как бы это сделать, ну, скажем, в нашем государстве? Как бы вот вы бы какие бы меры предприняли бы? Спасибо. Говорит Владыка Дионисий. Ну, для меня несколько странен ваш вопрос. В контексте сегодняшнего времени сейчас церковь делать достаточно для того, чтобы не просто привлечь молодежь, а для того, чтобы привлеченная молодежь осознанно шла к Богу, в церковь. Для этого есть масса учебных заведений, как при Московской Патриархии, так и независимых. Это и библейские университеты, и богословские университеты. Ну, звонок из Якутии. Звонок из Якутии. Ну, а что же, собственно говоря, и в Якутии, наверное, уже есть какие-то, как минимум, катехизаторские курсы при храмах. Я в этом просто уверен. Я просто не знаю точных имен, кто этим занимается, да, но это все можно узнать, и это действительно так и есть. Ну, даже если нет, но все-таки же есть литература, есть интернет, в конце концов. Как бы из интернет-религии не вышло какого-нибудь интернет-бога или интернет-фанатика, но я позволю себе тогда заметить, что это же крик души, потому что катехизаторских курсов много, но первый шаг у веровавшего человека, он все-таки не на курсы, он не туда. И еще раз повторю тему нашей программы. Первые шаги у веровавшего человека не его ребенка, а его самого. И, может быть, проблема именно в том, что сам человек не верует, но очень хочет, чтобы дети веровали. Тогда это бесполезно, потому что через себя надо пропустить, иначе никакие курсы и миссии не помогут. Вы слушаете программу «Радио Свобода» с христианской точки зрения, посвященной первым шагам у веровавшего христианина, мы продолжим нашу программу после краткой сводки новостей. Вы слушаете программу «Радио Свобода». Программа с христианской точки зрения сегодня посвящена тому, какими могут и должны быть первые шаги у веровавшего христианина. У нас в гостях пастор Церкви евангельских христиан нашей Лепихи Павел Александрович Бегичев и епископ Объединения Общин Апостольской Традиции Владыка Дионисий Батарчук и у нас звонок из Красногорска Светлана Ивановна. Здравствуйте, прошу вас. Добрый день. Я вот о чем хотела сказать. Я в церковь редко хожу, потому что я не могу выстрелить всю службу в Бога, верю. Я хотела сказать вот о чем. Я никогда не думала, что я могу поцеловать руку священнику. Вообще об этом не задумывалась. Но однажды в нашей Успенской церкви в Красногорске женщины стали подходить. По-моему, монах служил. Вот кто-то мне говорил. И мне вдруг захотелось подойти и поцеловать руку. И после этого у меня так было на сердце. Хорошо, необыкновенно. А вообще я хотела вот еще что сказать. У меня двое детей. Они верят в Бог. Я их старалась воспитать так, как надо. Но они не крещеные. Дело в том, что я работала в школе. И когда они родились, маленькие были, это невозможно было сделать. А теперь, когда они выросли, сын сказал, я не буду этого делать, потому что это сейчас модно. И вообще теперь мне вот эти иерархии наши церковные, ну, у меня в сердце что-то не лежит. И настаивать я не могу. Вот. А вот что делать, хотелось бы, конечно. Спасибо, Светлана Ивановна. — Модно. Модно обычно означает преобладание, доминирование. Модно — это нечто общеобязательное. И человек, у которого нет модной одежды, он просто хочет иметь модную одежду. Но, как ни странно, именно в сфере религии мода вызывает глубокое сопротивление. Потому что, ну, уж не знаю почему, но так или иначе это факт. И здесь ведь еще и та проблема, что мода, господствующая, очень часто сопряжена с насилием или, по крайней мере, с ограничением свободы. То есть человек, который сейчас захочет носить что-то по моде, там, 20-х годов, он должен быть либо очень богатый, либо идти на какие-то совсем уж мусорные свалки. А так, вот, пришел в магазин, и тебе за недорого продают. Отсюда я бы тогда так, может быть, поставил вопрос. Ведь одно дело Москва или Тольятти, столица мировой автопромышленности. Но, допустим, человек живет в Урюпинске, в Валдае, в Вышнем Волочке. Масса есть, слава богу, небольших, красивых, замечательных городов, в Звенигороде. И вот тут один храм построили, второй храм построили, но все православные. И тогда религиозный выбор очень сужается. И тогда человек, а он живет в городке, где 5000 населения, все друг друга знают. Вот каково ему? Он ведь не может, скажем, выбирать между евангельскими христианами, католики ближайшие, вообще там за 500 верст. Вот все православие, и первые шаги тебе все объяснят. Не получается ли так, что для большинства, может быть, жителей России вопрос первых шагов просто снимается. Уверовал, и все. И вот тебе. Хочешь есть шницель-картошка, хочешь веровать, вот тебе православие. А, Владыка Денисий? Вы же были в Кашире, настоятельном храме. Да я и не только был в Кашире. Кашир, маленький городок, небось. Кашир замечательный городок в своем роде. Нет, дело-то на самом деле не в этом. Мы так говорим сейчас о православии, как будто православие заведомо что-то такое не совсем христианское. Нет, ну я понимаю, но тем не менее создается такой вот фон, что вот, а куда деваться, вот только православие. Ну что ж поделаешь. Ничего плохого в православии на самом деле это нет. И первые шаги, если уж мы возвращаемся к теме и к основе нашей беседы, первые шаги, конечно же, должны сопрягаться, во-первых, с примером, с личным примером. Действительно, человеку очень сильно поможет, если все о том, все то, о чем он знает, или хотел бы узнать, он видит на конкретных примерах. Это первое. И второе, от чего никуда не уйти, ни в православии, ни в католисте, ни в протенстатизме, это, конечно, Слово Божие. И если даже в вашем поселке, или в вашей деревне, или в вашем небольшом городке находится лишь один храм, мы сейчас не будем говорить, православный ли он, или это евангельские христианы-баптисты, или это пятидесятники, и прочее, и прочее. Главное, смотрите, соответствует ли то, чему вас учит, или что вам предлагает, евангельской проповеди Христа. Это основа основ, и по этому критерию надо определять, стоит вам туда ходить, возможно ли туда ходить, и нужно ли вам туда ходить. А будь это православие, или еще что-то, это уже дело второе. Говорил владыка Дениси Батарчук, у нас звонок из Екатеринбурга, Андрей Владимирович, здравствуйте, прошу вас. Здравствуйте. Я начал искать истину в 19 лет примерно. Ну, как обычно, у нас со свободой вероисповедания в то время было вроде полегче, нежели сейчас. И я начал, как обычно, с православия, но потом, значит, попал к свидетелям Иеговы. Ну, и с ними не остался, хотя очень много литературы. Но в православии возвращаться уж точно мне не пожелал потом, после этого, уж никак. Потому что я понял одно, для себя одну вещь. То, что меня никак не устраивает, то, что будет после смерти, это якобы главное. Ну, безусловно, там, может, что-то и будет. Но как вот, отче наш, да светится имя твое, да придется ответ твое, и будет воля твоя как на небесах, так и на земле. То есть, жизнь главное, я считаю, что здесь. Это я из принципа так считаю, я не приму иного. Я не хочу просто, в это время кто-то будет есть, кто-то будет жить, наслаждаться, а в то время, как я буду воздерживаться и в то время, как я буду, как говорится, уступать каким-то там, не знаю, морально, каким-то людям или там, поллюдям, я не знаю. Я не могу так с этим согласиться. Спасибо, Андрей Владимирович. Как бы сказать, обидно действительно за православие, потому что получается, что у нас центр тяжести выходит на небесах, а здесь пока другие наслаждаются жизнью, творят, работают. Православный человек, Владыка Дионисий, как вы скажете? Ну, я скажу просто, что значит жизнь загробная и жизнь земная. Это, в общем-то, это вечность. Мы же, собственно говоря, причастны к вечности. Душа-то наша бессмертна, поэтому жизнь начинается, естественно, здесь, на земле. Вот, нет, может быть, она... Откуда тогда у Андрея Владимировича такое ощущение, что православные, в отличие там, от свидетелей Еговы или протестантов... Так вот, от свидетелей Еговы это ощущение, это идет как раз. В общем, если я сейчас буду на эту тему подробно рассуждать, то у нас будет небольшой ликбекс по поводу секты свидетелей Еговы. Вот, мне бы не хотелось. А слушателю я бы хотел сказать, что я бы не делил, на самом деле, жизнь на два этапа. Нет, ну, вот в данном контексте. Жизнь начинается здесь, на земле, в утробе матери, а продолжается она до бесконечности. То есть, да придет... Есть, безусловно, есть этапы, но я бы не делил это на два разных состояния. Но вот здесь мы подходим к сложному вопросу, который заключен в вашем ответе. В совете читать Священное Писание и с ним соразмеряться. Потому что у многих людей опыт такой, что действительно сам факт веры проверяется, что Евангелие из обычной книги наподобие Панчатантры, наподобие Гомера, вдруг превращается в звучащее и сияющее целое. Но точно так же мы можем сказать, что это не отменяет того факта, что Евангелие не становится сразу понятным. Оттого, что я слушаю лунную сонату, это не означает, что я знаю нотную грамоту. И вот человек знает отче наш, но не обращает внимания, что да придет царство твое, но это царство небесное. Это действительно вторжение неба на землю, а не то, что давайте-ка пахать эту землю, чтобы бобовое зернышко доросло до небес, и мы туда залезем. У нас звонок из Тамбовской области. Сергей, здравствуйте, прошу вас. Здравствуйте, добрый день. Я хотел бы поделиться своим жизненным опытом, коротко. Я первый раз Евангелие услышал в 92-м году, находясь в лагере строгого режима. Уже не первый салк сидел. Освободился, я пришел в собрание верующих. Несколько месяцев походил, послушал, посмотри. Люди явно странные для меня были. И потом я еще на пять лет сел. Но уже очередные пять лет я сидел с Библией. С Библией в руках. Вот я их провел. Вот. Освободился. Прошло несколько лет, и я уверовал. Я однажды пришел из собрания, покаявшись, я увидел, как я у Бога живу. Вот. И вы понимаете, вот первые мои шаги, как верующего, так ведь вопрос поставлен, да? Вот. Первые шаги, как верующего, были, это я навел порядок вокруг себя, навел порядок в отношениях со своими старыми друзьями, вот, навел порядок с Богом. Вот. Я не веду, примирился, я, он простил мне грехи. Вот внутреннее состояние, там я проводил порядок в первую очередь, а состояние было, ну, следствием. Вот. И скажу я вам золотые слова, вы сказали, действительно, когда слушаешь сонату лунную, это ты не знаешь ведь нотта, ты не знаешь нотный грамот, но ты слушаешь и наслаждаешься, ты тоже станешь евангелем. Вот. Я сейчас читаю, я был верующим изначально давно, но я не верил, не доверял, не доверял себя Богу. А теперь я доверяю себя Богу. И читаю евангелие, действительно, я как слушаю музыку, это прекрасно. Спасибо, Сергей. И, если можно, у нас получилось довольно интересно, о Священном Писании заговорил человек не из протестантов, а пастор Павел Ведничев что скажет? Я вам скажу, кстати, несколько слов в защиту Писания неожиданно. Я помню... То есть я от пастора действительно этого не ожидал. Так, это интересно. Опять же, я чисто субъектив. Да, я помню вот этот момент, когда очень захотелось прочитать Евангелие, а в православной церкви очень дорого было его купить, и маме моей кто-то сказал, а есть дураки немцы, они бесплатно тебе пришлют, знаешь, вот тебе адрес там, кто-то уже писал. И мне, правда, пришел, пришел Новый Завет нам, и с ним пришла масса брошюрок. Вот я вам честно, как протестант, вот хотя бы я должен защитить эту честь мундир, но когда я их прочитал, впервые подумал, боже мой, кто же их написал-то? Вот, то есть, как же это так вот надо было зашифровать, что вот я ничего не понял, вот что там написано в этих брошюрках. Значит, кроме того, когда я пытался читать, там, что называется, православные книжки, там, про первые шаги в вере, я тоже ничего не понял. Я помню, меня напугал опыт Семена Столпника, я вот ни на одном столбе не помещусь, я понял там, значит, ну, как бы, то есть какие-то вещи такие неудобовразумительные, совершенно, вот, из посторонней литературы. Может, мне не везло, что ли, я не знаю. Но, вот, когда на фоне всего этого я открыл вдруг Новый Завет и начал читать, меня даже, кстати, не смутило родословие в Евангелии от Матфея, оно как-то было, ну, во-первых, я знал все-таки, что оно там будет, вот, а я его так пропустил и, значит, начал дальше. Так я был очарован, очарован евангельским текстом вплоть до того, что я, как сиборитствующий такой мужчина, скажем так, я пропускал обет, зачитавшись Евангелием. Да, я не знал тонкостей богословских еще тогда. Это звучало для меня как музыка, но это музыка, которая меня... Ну, я вот сейчас нисколько не котетничаю, да, и не пытаюсь там какие-то красивые слова сказать, да, это реально то, что я пережил. Какие-то вещи меня потрясли. Например, я же помню, меня выгнали из, значит, из одного места за неподобающий вид Хиповский, и я читаю слова Христа, приходящего ко мне не изгоню вон. И я полдня проплакал над этими строками, я полдня над ними проревел, и вот подобные вещи все-таки вот Слово Божие направляло меня в данном случае. Хотя, конечно, потом, ну, в частности, я прочитал Билли Грэм «Мир с Богом», вот тут было более-менее понятно что-то, да, ну и так далее. Говорил пастор Павел Бегич в слово Владыки Денисию Батарчукову. Я очень рад, что нам позвонил Сергей и сказал замечательные слова. Я Сережу хочу просто поблагодарить за язык, за ту эмоциональную островскую, за ту искренность, с которой он говорил, и то, о чем он говорил. Это потрясающе, на самом деле. Это, наверное, вообще лучшее, что будет в этой передаче. Это мое мнение. Но, вы понимаете, я не могу советовать людям, которые спрашивают, какие первые шаги, что идите и посидите десять лет. Нет, нет, я не об этом. Я как раз не об этом. Я думаю, слушатели поняли, о чем я. А Сергей об этом, что из страдания, может быть, и справедливого, но, тем не менее, рождается... Сережа сказал очень важные вещи. Последующие пять лет он просидел с Библией. Что такое Библия? Что такое Евангелие? Это ведь живое Слово Божие. Здесь мы все солидарны, и протестанты, и католики, и православные. Это действительно Слово Божие, которое живо до сих пор. Я благодарю Бога и очень рад тому, что мое знакомство с церковью произошло после того, как мне дали не первые шаги в православной церковь, в католической или протестантской, а мне дали Новый Завет. И у меня был опыт, подобный опыту владыки Антония Блума, когда он взял самое короткое Евангелие, чтобы разделаться раз навсегда, закрыть этот вопрос, и ощутил абсолютное присутствие. Я за ночь прочитал большую часть Нового Завета, ну, скажем так, четверо Евангелия, деяния и некоторые послания, и действительно единственное, что я мог сказать, это да, так оно и есть на самом деле. И еще раз я повторюсь, что Евангелие и Библия в целиком, в отличие от многих других книг церковных, разных конфессий, это действительно реально живое слово, которое откликается и говорит нам в разные периоды нашей жизни то, что нам сейчас необходимо. Мы именно на этом основываемся, когда читаем эту книгу ежедневно. Те же самые места, те же самые строки совершенно по-разному могут раскрыться для нас в той или иной ситуации. Говорил Владыка Дианисий Батарчук. У нас звонок из Петербурга. Александр, здравствуйте, прошу вас. Да, добрый день. Александр, я уверовал 15 лет назад, 16. Приполз к Богу, печальные события в жизни произошли. Вот по поводу первых шагов и последующих в том числе. Скажем, вот как мне к вам попасть было в эфир, возможно? Нужно было выяснить у вас, какие правила вы для этого создали. И таким образом я до вас дозвонился. Соответственно, также мы можем исполнить Божью волю. Но первые шаги, возможно ли сразу узнать об этом, но наставники должны научить этому. Но это написано в Библии. Конечные цели, главная цель Бога, это написано. Извините, я волнуюсь немножко. Послание к ефесянам, первая глава. Помните, ибо им было произопределено до сотворения веков, чтобы нам быть пред Ним в любви и святости, чтобы нам быть усыновленным Ним через Сына Его Иисуса Христа. То есть, Бог хотел иметь людей, то есть, детей. Бог есть любовь. Любви нужен предмет. Ну, это в частности. Тем не менее, Бог хотел иметь детей, чтобы их любить. Чтобы мы были перед Ним в любви и святости. Это, конечно, цель. Ну, и, соответственно, нам надо прийти к этой цели. Как вы думаете, откуда можно узнать? Из того, что я вам расскажу, вряд ли точно. Я могу точно не понять что-то. Я могу иметь неполную информацию. Я могу иметь чье-то влияние. Я могу иметь какой-то интерес свой. Нет, источник, то есть, инструкция Библия. Понимаете? Поэтому задача каждого наставника просто научить человека понимать Библию. Логика Библии, она человеческая. Объясню почему. Потому что Бог хочет, чтобы мы к Нему пришли. Соответственно, Он, понятно, нам это пишет. И опускается на наш уровень. Естественно, Его разум, я не буду говорить о том, что значительно выше, там как небо и земля. Мысли, да, отличаются. Наша земля, Его небо. Но Он с нами говорит, как и мы с детьми. На понятном нам языке. Потому что Он хочет, чтобы мы к Нему пришли. И это все изложено в Библии. Понимаете? А почему никто не сказал женщине, что крещение – это не телесная чистота омытия, а обещание Богу чистой совести? Понимаете? Почему об этом не говорят? Вот эти вещи надо объяснить. – Спасибо, Александр. Я позволю себе тогда, все-таки от имени тех, кто вот только-только уверовал. И в каждом где-то должен сидеть неофит, только что уверовавший. Неофит, напомню, это греческое слово, оно означает, ну, саженец. Вот только-только посадили дерево. И косточка, она должна оставаться. А если человек взял Новый Завет, это одно. А если он взял Библию и открыл на рассказе о каком-нибудь мстительном потомке Авраама, который вырезает за свою изнасилованную сестру 20-30 человек? А если он откроет на рассказе о завоевании Святой Земли? Хорошо, если про Иерихон. А если он откроет на Псалме, и блажен, кто возьмет твоих младенцев и разобьет головы их о камень? То что, вот так вот просто продолжать тупо ему советовать читать Священное Писание, отец Павел? Ну, я, кстати, понимаю даже вот такого человека, который вдруг столкнулся с трудностями. Мне, например, было совершенно жалко, ну, даже на таком уровне, даже ягнят, которых резали там, значит, в Ветхом Завете, я думал, «Боже мой, да что же это такое-то? За что же это?» Но вы же любите шашлычок, я так понимаю. Вот, кстати, да, это вот как-то совмещается. То есть это одновременно? Совмещалось во мне, да. То есть Богу жалко? Да, да. Ягнят жалко, поросят жалко, а шашлык люблю. Ну, это ж много парадоксов было. Значит, вот, сейчас как-то они поулеглись все. Уже не так жалко. Значит, но ситуация-то была в том, что тут как? Так, когда Бог тебя влечет к себе, вот, ты понимаешь, что вот с Ним хорошо. И когда ты приходишь к Богу, все равно тебе приходится смиряться, ну, как бы, со своей интеллектуальной несостоятельностью. Я глубоко убежден, что любой человек, который приходит ко Христу, он начинает это, ну, со смирением. Он как бы говорит, «Господи, вот я на самом деле не понимаю ничего в этой жизни, ты же меня вот научи». И вот он начинает читать Библию с таким вот настроением и встречается с чем-то неудобо-вразумительным, по его мнению, скажем так. И его, ну, естественно, реакция верующего человека, «Господи, не понимаю». Ну, то есть, как бы, и не резко захлопнуть Библию и сказать, «А, ну, это всё, значит, всё в жизни, не возьму эту книжку в руки». А сказать, «Господи, я пока не понимаю, ты же мне как дураку объясни, тут человек, пошли в Якутию ко мне, значит, то ли как-то, может, я сам как-нибудь там дойду со временем». Ну, во всяком случае, я так поступал. Хотя была масса непонятных мне текстов в Библии. Я помню, мы открылись, у нас были друзья, несколько молодых людей, мы уверовали только, открыли, «Диакон должен хранить таинство веры в чистой совести». А что это такое? Пошли к диакону Коле знакомому. Говорим, «Коль, ты вот это, что ты делаешь? Объясни нам». Значит, а он не мог объяснить. И вот тогда я понял, что надо как-то придётся, видимо, самому доходить где-то там. Поэтому я потом пошёл учиться. Но ситуация какая? То есть, на самом деле, верующего человека трудности не останавливают. Они побуждают искать ответы. Во всяком случае, для того, чтобы хотя бы совесть свою успокоить. Что же, я в такую ерунду, что ли, уверовал? Должно же быть какое-то объяснение всему. То есть, всё-таки же люди веруют много тысяч лет и так далее. Не самые глупые, прямо скажем, люди-то. То есть, видно, они-то как-то уже нашли для себя объяснение. Может быть, и мне где-то поискать бы. Вот. Ну и тогда вот уже куда тебя поиск приведёт. Опять же, сейчас же всё упрощается. Сейчас интернет. Написал Якову Кроту. Он, значит, да он тебе всё ответил. Да или просто сайт его почитал. И всё нормально будет. У него же есть к Евангелию. У меня в закладках стоит. Даю справку. На этом сайте сатанинской Библии Лавея лежит. Так что там можно очень здорово заблудиться. Это исключительно справочный аппарат. У нас звонок из Москвы. Дмитрий Игоревич, здравствуйте. Прошу вас. Здравствуйте. Вот такая у него вопрос. У меня, короче говоря, произошла такая проблема. Два года назад мы с женой разошлись. Но она по поводу алкоголя. Я просто уже начал разошел. И мы с ней разошлись полностью. В общем, практически у меня вот сейчас как с ней разошёлся. У меня никакого счастья нет. Полной удручённости и всё прочее. И вроде я и в церковь хожу, и отчетки у Германа сам прошёл в Сергиевом Посаде, а вот что-то не ладится, не получается. Вроде работа наладилась и зарплата наладилась. Всё равно счастья я не чувствую никакого в себе. Внутреннего счастья. Не чувствую. Слово владыки дяди Сибыторчику. Ох, интересно, почему это мне. Счастья не чувствую. Я, правда, прослушал, Грешин, прослушал имя. Дмитрий меня зовут. Дмитрий, Дмитрий. Два года как... Как ты хочешь исповедовать, причащаешься? Да я понимаю, но вы понимаете, вы ходите причащаться, исповедоваться. Но не думайте, что церковь — это некая аптека, которая даст вам обязательно именно то обезболивающее, после которого вас отпустят. Позвольте, я лично помню, пришёл ЕСИ во врачебницу. Во врачебницу не в этом смысле. Всё-таки врачебница... Вообще, процесс исцеления, если уж мы говорим, это процесс длительный, иногда длиною в жизнь. Но сейчас даже не об этом речь. Дмитрий, вам нужно, наверное, ходить в церковь. Наверное, вам нужно иметь общение с людьми верующими, опытными. Если это будут священники, пускай это будут священники. Но не надо думать, что, перейдя порог церковный, вы тут же почувствуете облегчение и вот это вот самое наше счастье, к которому так или иначе многие из нас стремятся. Хотя непонятно, что под этим словом скрывается. Вы расстались с близким, с любимым человеком. Во-первых, не факт, что вы расстались навсегда, поверьте мне. Во-вторых, ну, не надо думать, что вот есть некое средство, есть некая инструкция, следуя которой вас, что называется, отпустит. Время должно пройти, время должно прийти осознание и много-много чего ещё должно с вами произойти, прежде чем вы станете это переживать, ну, вот так вот менее остро, что называется. Ну, рецептов нет и инструкции у меня никаких нет. — Зачем я вас тогда позвал, Владыка, если у вас нет инструкции и рецептов? — А вам, наверное, больше некого. — Нет, было-было. Но я подумал, что человек со столь богатым всё-таки. — Понимаете, вот именно поэтому. Да, я не хочу сказать, что у меня какой-то вот исключительно богатый опыт, но несколько десятилетий, и более того, из них больше десяти лет в священном сане. Ну, это вы знаете, я вспоминаю одну церковную притчу. Советы дают обычно люди, учащиеся в первом классе семинарии. В духовной академии люди молчат и ничего уже не знают. Поэтому единственное, что я могу Диме посоветовать, это вооружиться искренней молитвой и терпением. — Говорил Владыка Дионисий Поздняев, если продолжать эту церковную притчу, то я скажу так. Первокурсник семинарии даёт советы, первокурсник академии ничего не даёт, а вот великие святые старцы, они спрашивают. И действительно, читая потеряки православных, это египетских монахопалестинских, самый распространённый сюжет, как один старец 90-летний тащится через пустыню к другому, чтобы, наконец, задать ему вопрос. Поэтому первые шаги духовной жизни — это шаги от ответов, которые есть у любого человека, к вопросам. И духовная жизнь заключается не в том, чтобы сократить количество вопросов, а в том, чтобы нарастить их. Ответов становится всё меньше, зато жизни становится всё больше. Вы слушали программу «Радио Свобода» с христианской точки зрения. Вёл программу Яков Кротов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова